Дорогие друзья, здравствуйте! Вы на канале Строй Гарантанапа. Меня зовут Дмитрий, я являюсь инженером проектно-технического отдела. За моей спиной проект 90 квадратных метров. Предлагаю его осмотреть, увидеть все интересные особенности данного проекта и с вами вместе обсудить это все в комментариях. Поехали! Театр начинается с вешалки, а придомовая территория этого участка начинается с канализации, на которой я стою. Я стою на бетонной плите, под которой находится наш прекрасный септик. Следующим немаловажным фактором для того, чтобы попасть в наш дом, являются ступени, которые имеют размеры 300 мм глубина, 150 мм высота. Этот размер позволяет оптимально подниматься любым категориям граждан в наш прекрасный дом. Дом находится на улице Земляничная, это значит, что облицовка данного дома одинарный глубокий кирпич желтого цвета. Далее за кирпичом следует каменная вата. В кирпичных домах толщина ваты и толщина утепления составляет 3 см. И далее уже 25-й газоблок, после которого идет отделка стен внутренняя. Несущую способность данного дома обеспечивают армированные колонны, по которым заливается армированный пояс. Дополнительно еще стены наружные являются тоже несущими. Они, как я уже говорил, имеют толщину 25 см. И вместе с армопоясом передают нагрузку на цокольную часть фундамента и обеспечивают нам определенную пространственную жесткость. Если мы обратим внимание с вами на оконные дверные проемы, мы тоже можем увидеть, что над ними выполнена заливка бетонных армированных перемычек, которые тоже, конечно же, влияют на жесткость здания. Мы с вами находимся на террасе. Также за моей спиной находится бойлерная, которая отделана кирпичом. Бойлерная не является стандартным решением нашего проекта. Это дополнительная работа, которую мы выполнили по заказу клиента. Далее под террасой находится подвал. И вход в подвал мы можем осуществить с улицы посредством террасы. Также на этой террасе присутствуют колонны, которые помогают кровле не разрушиться и они ее условно держат. Колонны кирпичные. Внутри колонн находится профильная труба квадратного сечения. Далее к этой кровельной трубе, к этой профильной трубе мы крепим прогоны. В качестве прогонов у нас служит тоже труба квадратного сечения. Потом эту трубу, колонны сами мы облицовываем кирпичом, пустоты заполняем раствором. И все это составляет какой-то соответствующий декоративный вид. Я нахожусь на ступенях на спуске в подвал. В данном проекте подвал был реализован длиной 7 метров, шириной 3 метра. Это тоже было дополнительное желание клиента, которое мы с радостью выполнили. Поэтому если вам интересны такие услуги, вы можете созвониться с менеджерами, они вас проконсультируют и с радостью мы выполним все ваши пожелания. Мы с вами провели небольшой осмотр данного проекта. Возможно он вам понравился, возможно вы хотели бы что-то в нем изменить. О всех своих пожеланиях вы можете написать в комментариях, позвонить по телефону горячей линии, подписаться на наш канал для того, чтобы не пропустить дальнейший обзор. А дальнейший обзор будет вот это чудо строение. Мы с вами посмотрим, потрогаем его и пощупаем. Продолжение следует...